Доброе утро, вы на Гаммараша, меня зовут Ваня, я рисую на канале Бакит, у нас субботник с папой. Папа рисует называется, у нас есть белый лист бумаги, у нас есть гуашь, мультики, 12 цветов, сочная, яркая, укрывистая, то что нам нужно. У нас есть кисточка, супер вот такое настроение и конечно же мы рисуем сегодня с таким голосом, извините меня конечно, рисуем на тему пасхальных рисунков всяких разных. Рисуем гнездо, большое-большое гнездо, большое гнездо рисую, в нем 4 яйца, ну и 3, 4, 5, сколько поместится, а рядом травка. Давайте так рисовать. Начну я со светлого, светло-коричневого вот так вот, да, и нарисую яйцо, вот так я рисую яйцо, вот оно вот такое вот так, не яйцо, а гнездо, гнездо, вот такое гнездо у меня есть. Я добавлю в него побольше этого коричневого и вот так нарисую, только я хочу сначала показать яйца, вот так вот, раз яйцо нарисую, 2 яйцо нарисую, 3 яйцо нарисую, так оно заходит, ну и 4 вот тут, 4. Вот это я закрашивать не буду, все яйца, а все вокруг закрашиваю, при этом ты не старайся закрасить это, а старайся нарисовать, как будто ты птичка. Представь, у тебя птичка, у тебя есть клюв, и ты этим клювом вот так вот, вот мой клюв, и этим клювом я рисую гнездо. Мало того, я рисую, я его и делаю, ток-ток-ток, сюда-сюда-сюда, сюда-сюда, сюда-сюда, укрою-ка я свои яички, где же они у меня хорошие яички, я складываю все это, да. Я рисую гнездо, как настоящее, с помощью вот этих вот кисточек, с помощью клюва, моя рука, клюв. Нарисую пасхальный кулич, конечно же, сейчас нарисуем пасхальный кулич, ребят, мы уже нарисовали один точно, мы еще нарисуем обязательно точно. Смотри, нарисовали, получилось как яркое, да, теперь берем коричневый цвет, макаем коричневый цвет, и стараемся вот так обвести яйца немножко, да. И еще немножечко покуличить, куличить, как будто мы птичка, и рисуем яйца в гнезде. Не останавливаемся, рисуем вот такие полоски, полоски, даже если сухая кисточка стала, все равно продолжаем рисовать полоски. Вот так вот, полоски, полоски, вот так, у нас классные яйца, супер, они выделились, смотри, мы две краски взяли, одну, вторую, а получилось уже, как будто мы, ну, просто художники, просто настоящие художники с утра до вечера рисуем, и умеем это делать. Теперь следующее дело, все художники умеют смывать кисточку, это важно. Смывать кисточку так, чтобы она была чистая, этому надо научиться. Я это каждый раз рассказываю, помакай, 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 смыл, 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 а после этого вытри тряпочкой, зайчика, немного зайчика интернета, заикается интернета, привет. Так, если заикаться начал, мой телефон перегревается, наверняка, мы уже рисуем час, после этого такая заминка получается. Давайте закончим яйца, я сделаю перерыв, как раз добавлю все ваши сторисы. Сколько у меня сторис есть? И 16 штук, вау, спасибо вам за сторис. Смотри, теперь что я делаю, я беру желтый цвет, макаю желтый цвет побольше, прям толстым слоем, и вот так делаю, раз, два, три, раз, два, три, раз, побольше желтого цвета везде кладу. Вот то, что есть у нас слева, справа, снизу, да, все, ну не трогая яйцо, да, и гнездо. После этого макаю в зеленый цвет и делаю траву вот так вот, раз, 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 раз. Немножко воды можно добавить и вот уже так размазывать. Говорят, некоторые говорят, что гуашью надо добавлять воды, надо рисовать как маслом. Я думаю, гуашью можно рисовать как ты хочешь. И гуашью можно рисовать отличные картины, суперские, яркие, проработанные, размытые водой, и все можно делать по-разному. Как хочешь, используй краску, как ты умеешь, как тебе вот получается, так как ты и делай. Я добавляю вокруг много зелени, зелени, пасхальные такие яйчики у нас получаются, внутри яйца лежат, все здорово. Мы их сейчас раскрасим. Раскрасим разными цветами, которые вы захотите. Тоже выбирайте, вот у нас уже получилось просто суперский, супер, мне все нравится. Немножко синенького можно добавить. В принципе, чуть-чуть можно добавить синенького, вот сюда же, да, так чуть будет живописнее. Разные цвета, разные цвета на траве. Отлично, смываем кисточку, еще раз учимся смывать кисточку, еще раз потренируемся. Смываем, смываем, смываем. А теперь добавляем все цвета в яйца, потому что у нас раскрашенные яйца. Первое яйцо будет желтое, ну вот это вот желтое будет. Ну просто желтым закрасим и все здорово. Второе яйцо, второе яйцо, какое хочешь, если, конечно, ты, я возьму, смотри, вот такое яйцо, которое, я не знаю, как он называется, цвет. Хотя я знаю, но я не хочу тебе говорить, потому что сам придумай, как он называется. Мне всегда интересно, как люди сами придумают цвет, когда они первый раз в его жизни видят. Они не знали название, они знали, что это кофе с молоком и так далее, что это там морской цвет, волны морской. Какой это цвет, сам придумай. Отлично. Еще один цвет хочу сделать синий, синий, может быть розовый, розовый один, хочу розовый сделать. Розовый. Такие яйца необычные совершенно, очень яркие цвета. В розовый чуть макну белого и размажу, чтобы он был более светлый. Опять-таки смывать очень тщательно надо кисточку. И последний цвет, какой, ну, какой, а, красный вы пишите. Красный мне нравится, в принципе, у нас есть вариант оранжевый и желтый. Мы уже взяли фиолетовый, он темноватый. Давайте оранжево-красный, что-то среднее, да. Возьмем оранжевый, он очень красный, очень сочный цвет, мне очень нравится, да, оранжевый. И добавим в него красного вот так. Вот у нас получилось красно-желтое яйцо, красно-оранжевое яйцо. Немножко размоем и, думаю, отлично. Вот такие яйца. Я еще говорил, что это разминочный рисунок. Получился у нас как настоящий рисунок, просто суперсложный для техники производства и рисования. Но ничего, мы сделали историю. Спасибо, я через минуту ставлю на паузу эфир и посмотрю все ваши сторис. Я просто физически не могу за вами наблюдать. Что я сейчас делаю, ребят? Я беру белую краску, белую краску, тонкую кисточку и макаю на наше яйцо. На темные яйца я макаю светлым белым. Я думаю, вот здесь тоже очень подойдет такая же, вот такие белые точечки. Это легко сделать точно, ребят. Совершенно не сложно такие точечки поделать. Но, когда вы переходите на желтое, то берите поплотнее цвет. Например, красный здесь наоборот хорошо подойдет. Красный цвет будет очень красиво, когда вы на желтое яйцо красным сделаете. Вау, вау, вау. О, как. Так, очень красиво, очень-очень-очень. А здесь каким цветом? А я здесь не могу сделать фиолетовым. Тоже насыщенный фиолетовый цвет. И делаем вот так фиолетовый цвет. Фиолетовый, фиолетовый. Здорово, здорово, здорово. Вот у нас все, я думаю, суперски. Все супер-супер-пупер. Мне очень нравится такой рисунок. Он очень простой, но достаточно сложный, чтобы потренироваться и научиться чему-то новому, когда ты рисуешь. Ага, бирюзовая. Мы сделали историю. Радужный. Радужный. Вот это радужный цвет. Ну, у кого как. Хороший, хороший выбор. Хорошая. Да, это бирюзовая, я знаю, да. Ну, может быть, кто-то знает свои названия. Иногда мне хочется придумать каждому цвету свое название. Потому что цвет фуксия название, мне кажется, не подходит. Ну, есть разные цвета. Сегодня рисуем на тему. На тему Пасхи. Так что сегодня еще будет пасхальный куличик. И обязательно сейчас я ставлю на Ютубе на паузу.